Всем привет! Мы рады представить вам восьмой по счету выпуск передачи обзор, в котором мы рассказываем о самых заметных событиях в индустрии мобильных гаджетов, а также представляем вам самые интересные, на наш взгляд, мобильные развлечения. Сегодня мы приготовили для вас множество интересного, поэтому предлагаем не отвлекаться и сразу приступить к рассказу. Пожалуй, одним из наиболее долгожданных проектов стало очередное противостояние птиц и свиней. Вот только в совершенно неожиданном, но исключительно удачном антураже. Angry Birds Star Wars предстала перед нами в первой половине ноября и до сих пор не отпускает некоторых в нашей уютной редакции. Ребятам из Ровио удалось буквально-таки подарить второе дыхание их исключительно удачному проекту. Теперь мы сражаемся в локациях знаменитой звездной саги, причем на темной стороне силы, то есть в роли свиней, выступает Дарт Вейдер и его приспешники. Ну а разъяренными птицами будут, как вы уже догадались, принцесса Лея, Оби-Ван Кеноби, Люк Скайуокер, ну и конечно Хан Соло с Чубакой. И все они обладают особыми умениями, дабы было сподручнее мочить эти наглые рожи в касках. Тут вам и лазерный пистолет, и конечно же лазерный меч, ну и само собой use the first look и все в таком духе. Отдельно хочется отметить классные и разнообразные уровни. Они очень оригинально построены, причем некоторые, к примеру, используют так называемые фишки на тему, вроде кусков конструкции, которые сам Дарт Вейдер удерживает с помощью своей силы. Ну и все в таком духе. В общем, играть еще интереснее, чем прежде. У Робио отлично получилось реализовать столь удачную идею. Мы всячески рекомендуем вам самим опробовать эту игру. А вот вторая долгожданная новинка, к сожалению, не принесла нам такого количества положительных эмоций. Даже наоборот, мобильная версия Borderlands – это чуть ли не самое большое разочарование за последнее время. Нужно как угодно относиться к первой и второй части проекта, но та Borderlands, которую мы знаем – это большой открытый мир, закрученный сюжет, куча дополнительных заданий, множество лута и, конечно же, игра с товарищами в коопе. Ничего из вышеперечисленного в Borderlands Legends нет и в помине. Все, что осталось – это планета Пандора и четверо хорошо нам знакомых главных героев. Причем играть мы будем сразу за всех. Тут вам придется устроить нехилый кооп собственным пальцем, дабы суметь оперативно управлять этой четверкой. А все происходящее с ней до уны не однообразно. Героев забирают на локации и насылают волны противников – каких-нибудь зверюк или бандитов. Ну и все, что требуется – это отбиваться, используя свои умения, а также постоянно следя за тем, чтобы поднимать павших противников. И поверьте, это ужасно скучно, неинтересно и геймплейно довольно заморочено, отчего проходить дальше после первых двух-трех локаций совершенно не хочется. Так что наш совет – обходите стороной Borderlands Legends, ведь увлекательных игр имеется предостаточно, а к оригинальной Borderlands эта поделка имеет мало отношения. Вот, к примеру, как отличная альтернатива мобильным унылым пострелушкам от UK Games – проект под названием Bladeslinger. По жанру это мистический вестерн. И да, все так и есть на самом деле. Главный герой Уильям возвращается после войны в родные края и, мягко говоря, не узнает их. Городок опустил, везде появились какие-то непонятные символы, а тут и там снуют агрессивные кровожадные твари. Уильям пытается отыскать среди всего этого хаоса своего брата, ну и, конечно, заодно выяснить, что же здесь произошло, в месте, которое он так хорошо знал и любил. Bladeslinger просто потрясающе справляется со своей задачей, благодаря отличному геймплею и изумительной картинке увлекает не на шутку, в том числе и уникальным сеттингом. Уильям постоянно вступает в схватки с нечистью и использует либо оружие ближнего боя, либо огнестрельное. При этом надо активно уклоняться от ударов противников, потому как обычно по одному перед вами предстают только боссы, а вот рядовых монстров здесь как минимум двое за раз. По пути к своей цели нам надо будет зачистить немало локаций, зато благодаря прокачке повысятся наши способности, откроется новое оружие и дополнительные комбо-удары. Кроме того, у Уильяма в распоряжении будут различные магические приемы, которые срабатывают при активации соответствующих карт. Конечно, все это можно приобрести и за реальную валюту, но донат здесь довольно щадящий, даже не вкладывая ничего, играть все равно комфортно и серьезного дисбаланса совсем не ощущается. В общем, от нас, Блейд Слингер, всяческие похвалы и восхищения. Ну и вам, безусловно, советуем приобщиться. Ну а если вам хочется просто суровой стрельбы с перебежками и укрытиями, то добро пожаловать в шутер от уже прославившейся чешской команды Madfinger Games. В одном из наших прошлых выпусков мы рассказывали про их крайне удачный проект Dead Trigger, а теперь перед нами предстало наконец-то вышедшее из стадии бета-теста мультиплеерное дополнение к их же шутеру Shadowgun. Вместе с приставкой Dead Zone в игру пришли многопользовательские сражения. Режима всего два, обычный деф-матч с мясом и рубиломом всего на своем пути, а также более интересный захват территории. В остальном все довольно обычно для сетевого шутера. Бегаем, убиваем, качаемся. Бегаем, убиваем, качаемся. Ну и так далее. Для особо нетерпеливых, конечно, есть и магазин, где за реальную валюту можно приобрести себе пушку посерьезнее. А еще за дополнительную плату есть возможность получить премиум аккаунт, где станет доступна так хваленная разработчиками голосовая связь, повышенное количество очков в боях и доступ на элитные сервера. В общем всем любителям жанра рекомендуется. Ну а если побегушки и перестрелки вам надоели и хочется просто сесть и подумать, чтобы никто не торопил и не наседал, то проект The Room подойдет для этого идеально. Изумительно красивая и загадочная насквозь, эта игра захватит ваше воображение и все ваше внимание. И не отпустит, пока не будет пройдена. К сожалению, она непростительно коротка и единственное, что остается, это ждать выхода новых глав, которые обещали разработчики. Но учитывая то, с какой тщательностью здесь продумана каждая комната загадка, у них явно не получится штамповать их десятками. А очень хотелось бы. Не желаем особенно спойлерить видео рядом, поэтому скажем лишь одно. Всем любителям потренировать мозг The Room рекомендуется в обязательном порядке. Зато следующий проект не даст вам сидеть на одном месте ни в прямом, ни в переносном смысле. Во-первых, сам геймплей построен на том, чтобы бродить по территории, внимательно ее изучать и искать знаки. Зачем? Почему? Никто не знает. Даже сам герой признается в самом начале. Я помню только то, что нужно найти знаки. Наша цель раскрывается лишь при просмотре описания. Найти максимальное их количество, пока... 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 Ну... Пока вот. Вот здесь и наступает во-вторых. Во-вторых, вы не сможете усидеть, пока играете в Слендер Райзен. Перед вами первоклассный инди-хоррор, где на главного героя охотится Слендер Мэн, то есть Тонкий Человек. Этот мистический интернет-мем стал очень популярен и широко используется в качестве главного злодея в различных хоррор-проектах. Вот и теперь он охотится за нами. Стоит отметить, что игра выполнена на высшем уровне и атмосфера передана на все 100%. Надо ли упоминать о том, что играть рекомендуется строго в наушниках? Пожалуй, так вы прочувствуете Слендер Райзинг лучше всего. Ну и конечно, ее стоит хорошенько рассмотреть, потому как выполнена она на движке Unreal Engine, и его возможности разработчики использовали практически на все 100%. В общем, покупайте Слендер Райзинг, запирайтесь в темной комнате, надевайте наушники и бойтесь. Ну а теперь, дабы отвлечь вас от мрачной темы хоррора, предлагаем переключиться на более незатейливый жанр hack'n'slash и порубать монстров в игре Raveborn. Сюжет здесь довольно стандартен, но служит неплохим обоснованием для дальнейших действий. В мир снова вернулась магия, привнеся с собой не только все прелести, но и беды в виде всяких кровожадных тварей и монстров. Ну и само собой нашелся отважный великий воин, который готов в одиночку разобраться с возникшими невзгодами и вернуть все на свои места. Задача проста – рубать монстров налево и направо, собирая кристаллы здоровья, а также постепенно разблокируя и прокачивая специальные руны. Их активация позволит сотворить что-нибудь эдакое в битве с врагами. Вот в принципе и все. Игра вполне себе одноклеточная, но она больше и не претендует, чем и хороша. Симпатичная графика, подаренная третьим Unreal Engine, тоже вполне на уровне. Единственное, что немного удручает, так это не самое отзывчивое управление, которое иногда раздражает. Но на пробежаться разок Raveborn вполне подойдет. Ну а на сладкое мы решили оставить, пожалуй, один из самых лучших проектов, встреченных нами за последнее время. Это игра в жанре Endless Running под названием Totem Runner. Здесь идеально все. Наряду с очень увлекательным геймплеем нам дают сочную и красивую картинку, при этом лаская слух изумительным звуковым сопровождением. Причем расслабиться здесь вам не дадут. Игровой процесс Totem Runner очень динамичен. Главный герой без устали бежит вперед. А наша задача, во-первых, постоянно удерживать левой рукой кнопку, благодаря которой разрушается зло и снова зеленеет трава. Таким образом наш протагонист оживляет землю. Помимо этого в его власти и другие силы природы, такие как способность превращаться в птиц и животных. К примеру, обернувшись кабаном, мы сможем прорубать на своем пути сплетенные ветки и коренья, ну и еще сшибать с ног врагов. А вот по обличке орла мы взлетим с обрыва или же увернемся от летающих ловушек на пути. Порой темп ускоряется настолько, что буквально с разницей в долю секунды от нас требуется комбинировать все перечисленные выше способности, дабы пройти отрезок невредимым. При этом необходимо не забывать собирать по пути кристаллы, которые при определенном количестве превращают нас в неуязвимую птицу феникса, пронося без урона на какое-то расстояние вперед. В общем, здесь вы точно не заскучаете. А получать вызов в таком приятном дизайне и оформлении вдвойне здорово. Впрочем, вы уже сами видите, как прекрасно Totem Runner. Кстати, еще один немаловажный факт. Ее разработкой занималась отечественная команда – компания Ягода Продакшнс. Очень приятно осознавать, что соотечественники способны производить игры столь высокого уровня. До встречи в следующем месяце. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!